Харьков, 1 ноября. Временно покинул Харьков, но это ненадолго. Вчерашние и позавчерашние события, конечно, очень печалят. Как же задолбали эти кабы. Сейчас просто вообще нереально. Утром, днем, вечером, утром, днем, вечером. Все регулярно летит. В Харькове сейчас что-то интересное происходит с бензином. Что-то непонятно. На заправках бензин подешевел на 2 гривны. Вок, окка. И у них сейчас такие акции, даже бывают по выходным или в конце месяца. По 6-7 гривен скидывают с литры. Непонятно. То обещали, будет бензин дорожать на 20%. А сейчас по итогу какие-то скидки. Ну, я думаю, скорее всего, он подорожает. Народ немножко побалуют. И на этом хватит. Харьков сейчас покинул. Уехал в другой город Украины. Многие в предыдущем видео угадали, в каком я городе нахожусь. А многие не угадали. Город, в котором сейчас я нахожусь, он, в принципе, небольшой. Тут население 120 тысяч человек. Достопримечательностей немного. Но в одну из них мы решили сходить, посмотреть. Очень интересно. В этом городе есть замок. В Харькове у нас нет замков. В принципе, по другим городам Украины я еще не встречал. Поэтому было очень интересно сходить, посмотреть. Замок красивый. Дорожки все тут бутом выложены. Стены из бута. Есть развалины. Оказывается, на этом месте когда-то была церковь. Но еще в давние времена церковь была разбита. Остались одни руины, развалины. Церковь восстанавливать не стали. Потому что где-то недалеко тут есть большая красивая церковь. Интересная, конечно, замок. Раньше я таких не встречал. Тут даже были и бастионы. Защищались они от врагов. Красиво. Осень красивая, золотая. Листья падают. Походили мы, посмотрели. Вот все, что осталось от этой церкви. Один фундамент. Так как достопримечательности в этом городе, в принципе, мало. Единственное, что можно сходить в замок. Ну и сходить по городу погулять. В городе улочки небольшие. Тротуаров практически нет. Местами приходится идти прямо по дороге. Скажем так, небезопасно. Кстати, кто знает, что за город, пишите. После Харькова, конечно, очень маленький городок в сравнении с Харьковом. У нас и дороги большие, проспекты огромные. Движения по полосам 3, 4. Есть даже 5 и 6 полос. Здесь такого, конечно, не встретишь. Здесь такого, конечно, не встретишь.